Давайте вспомним, о чем журнал «Калашников» писал на прошедшей неделе. 19-й, по счету, в 2022 году. Итак, фирма «Мосберг» распекотенизировала свой полуавтомат 940 Pro Tactical, оснастив его вырезом на ствольной коробке под компактный коллиматор типа «Шилтер-МС» и слотами «М-Лог» на хомуте ствола. Научный редактор журнала «Калашников» Юрий Пономарев продолжил рассказ о попытках модернизации пистолета Макарова. В этот раз речь идет о варианте с пластмассовой рамкой под названием ТКБ-023. Похоронив оцененный по достоинству исключительно киберспортсменами ФАМАС и недавно переобувшись в Хеклер-Кох 416, французская армия, наконец-то, заканчивает перевооружение снайперов с архаичного болта ФРФ-2 на Бельгии с Т-72-мм полуавтомат ФНСКАР-H-PR. Кстати говоря, новый пистолет французской армии представляет собой ГЛОК-17 Ген-5 МОС. Таким образом, можно констатировать факт. Франция практически покинула клуб разработчиков боевого стрелкового оружия. Американская компания Federal Ammunition отмечает 100-летний юбилей. Начав с мастерской с семью работниками, сегодня фирма является одним из крупнейших в мире производителей патронов самого разного назначения. Представляя тактический полуавтомат 12-го калибра Beretta 1301 Tactical, видеоблогер предложил решение проблемы заложников, суть которого необыкновенно проста. Нет заложника — нет проблемы. Интересно, что YouTube демонстрацию этого бесчеловечного метода не блокирует. Винтовка Хацан Страйкер Альфа является прямой наследницей популярной пневматической пружины поршневой винтовки Страйкер 1000, образца 2010 года. Подробный обзор от Владимира Лопатина читайте в журнале Калашникова. Малокалиберный бразильский пистолет Taurus TX-22 Competition SCR под патрон 22LR примечателен возможностью монтажа коллиматорного прицела непосредственно на стволу, что улучшает точность и кучность стрельбы. В субботу в 50-метровом тире мы прогрели барнаульскими и тульскими патронами две САИ-9, произведя более 200 выстрелов с коллиматорными прицелами Дедал и Пилат. Готовим небольшой отчет о стрельбах. По программе FWS-1 американская армия получит современные прицельные комплексы на сумму более миллиарда долларов США. Это комбинированные системы из прицелов на шлемных устройств, биноклей и прочего с глубокой взаимной интеграцией функциональных возможностей. В заключение традиционно приглашаем всех в Петербургский музей артиллерии, где накануне Дня Победы открылись сразу две выставки «Снайперы» и «Война, Победа, Память». На этом пока все. Подробности об увиденном и услышанном в выпуске вы найдете на сайте журнала «Калашников». Смотрите нас в YouTube, YouTube, читайте ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграме и даже в Ярусе. До новых встреч!